Ай! Два! Ай! Два! Ай! 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 Был бы вместо меня ты или этот вот твой зоолог фон Коррен, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной 30 лет, оставили бы своим наследникам богатый виноградик, тысячу десятин кукурузы, а я... С первого же дня я понял, что мысли моей о трудовой жизни не к черту! Боже мой! До какой степени мы искалечены цивилизацией! Ай! Ай! Ну как? За здоровье молодого поколения! Видел я сегодня Ваню Лаевского, трудно живется человечку, материальная сторона жизни неутешительна! А главное, психология одолела! Жаль парню! Вот уж кого мне не жаль! А если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул! Неправда! Ты бы этого не сделал! Почему ты так думаешь? Я так же способен на доброе дело, как и ты! Разве утопить человека доброе дело? Лаевского, да! Кажется, чего-то не достает! Не достает? Кажется, чего-то... Не достает! Лаевский также опасен для общества, как холерная микроба! Не делает тебе чести, что ты так выражаешься о своем ближнем! Верно! Скажи, за что ты его ненавидишь? Я считаю твоего Лаевского мерзавцем! Не скрываю этого! Я отношусь к нему как к мерзавцу! Называть человека мерзавцем это до такой степени нехорошо, что и выразить тебе не могу! Верно, верно! Что он сделал за эти два года, пока живет здесь? Во-первых, он научил жителей городка играть в карты! Всех! Даже женщин и подростков! Во-вторых, разбираться в сортах водок! Ступай! С завязанными глазами они могут отличить теперь водку Кошелева от Смирнова номер двадцать один! Дарья! Не слышь! Горит у тебя что-то! В-третьих, прежде здесь жили с чужими женами тайно, Лаевский живет с чужой женою открыто! Замолчи! Замолчи! Я не позволю, что в моем присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке! Женщины играют в жизни Лаевского роковую, подавляющую роль! В тринадцати лет он уже был влюблен! Студентом первого курса жил с дамой, которая обязан своим музыкальным образованием. Дома он сошелся с одной вдовой, которая посоветовала ему оставить юридический факультет и поступить на филологический. Ну а окончив курс, он страстно полюбил теперешнюю свою, как ее? Замужнюю. И должен был бежать с ней сюда, на Кавказ, за идеалами якобы. Не сегодня-завтра он разлюбит ее и убежит назад в Петербург и тоже за идеалами. Женщина играет существенную роль в жизни каждого человека. Ничего не поделаешь. Да, но в какой степени? Все его мысли всегда в одну точку. Идешь с ним по улице и встречаешь, например, осла. Скажите, пожалуйста, спрашивает, что произойдет, если случить ослицу с верблюдом? Все уйдет, ей-богу уйдет. Он такой же, как и все человек. Конечно, не без слабости, но он стоит на уровне современных идей. Служит, приносит пользу отечеству. 10 лет назад у нас тут был агентом старичок. Величайшего ума человек, так вот он говаривал... Да полно, полно. Бывает, он исправен только 12-го числа, когда получает жалование. А если бы ты на самом деле любил его, то для его же пользы постарался бы обезвредить его. То есть? Что? Обезвредить. Ну, или утопить, что ли. В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно. Что ты говоришь? Ты в своем уме? Диакон, что он говорит? Или изолируйте его, обезличьте. Обезличьи. Отдайте в общественные работы. Обезличьи. Что ты говоришь? С перцем, с перцем! Ты величайшего ума человека, что ты говоришь? Нашего другу гордого, интеллигентного человека отдавать в общественные работы. А если горд, станет противиться в кандалы? Не смейтесь, Диакон, это глупо, наконец. Наша культура значительно ослабила борьбу за существование и подбор. И мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных. Иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет. И человечество выродится совершенно. Но, господа, марш за хворостом! Ну что ж, все расселись, как помещики, а я один. Хлопачи. Костя, Катя, идемте. Она не хотела бы заниматься букашками и козявками, потому что страдает народ. Так судят нашего брата все макаки. Нет, ты смотри, как они смелы на картинных выставках, в театрах или когда судят о науке. Они топорщатся, становятся на дыбы, ругаются, критикуют. Людей интеллигентных профессий ругают чаще, чем мошенников. Это от того, что общество на три четверти состоит из рабов. Из таких же вот макак. Не знаю, что ты хочешь. Ты и сердит на него за что-то, ну, и на нее за компанию. Она вечно. Прекрасная. Послушай, Александр Давидович, когда ты встречаешь простую бабу, которая ничего не делает, а только хи-хи-хи да ха-ха-ха, ты говоришь, ей ступай работать. Почему же ты здесь боишься говорить правду? Что же мне здесь делать, бить ее, что ли? Указывать обществу на тот страшный вред, который приносит ему существование госпож вроде этой Надежды Ивановны. Федоровна, Федоровна. А что общество должно делать? Насилие. Лучший путь насилия. Отправить ее к мужу, а если он не примет, отдать в каторжные работы.